Да, действительно, в настоящее время роль Индии в глобальной экономике все более возрастает. Это достигается и за счет развития отрасли, где эффективно используются инновационные технологии, креативный менеджмент, высокий ресурсный потенциал, исторические традиции. Относится к ним и сфера туризма. О ее нынешнем состоянии в Индии и перспективах узбекско-индийского сотрудничества в отрасли туризма в специальном комментарии нашей программы. Туризм остается одной из наиболее доходных сфер индийской экономики. Ее вклад во внутренний воловой продукт страны по итогам минувшего года составил 9,6%. В денежном выражении эта сумма равняется 234 миллиардам долларов. И этот показатель вдвое возрос всего лишь за последние 9 лет. Если продолжить статистику, характеризующую динамику развития туристической сферы Индии за этот период, ответим более чем двукратный рост расходов зарубежных гостей страны. Если в 2009 году они оставили в Индии 11,5 миллиардов долларов, то по итогам минувшего года эта цифра превысила уже 27 миллиардов. Чем же привлекает Индия многочисленных путешественников из разных концов планеты? Ну, во-первых, это страна ярких контрастов. Разнообразие природно-климатических зон от морского побережья Кирала и Гоа на юге до гималайских отрогов Кашмира и Химачал Прадеша на севере раскрывает широкий спектр возможностей для любителей активного отдыха. Здесь, наверное, самая высокая концентрация памятников архитектуры самых различных стилей, эпох и религий. Бесконечная череда фестивалей в течение всего года отражает многообразие этнического колорита. Только в прошлом году Индию посетило свыше 9 миллионов зарубежных гостей, в числе которых возрастает и доля наших соотечественников. Тысячелетняя история связывает взаимоотношения наших народов. Они никогда не прерывались, а в последнее время развиваются еще активнее, выводя сотрудничество в туристической сфере на более высокий уровень. Дополнительным шагом в этом направлении стало открытие авиакомпании «Узбекистан Хавайолар» авиарейсов в Мумбаи к уже имеющимся перелетам в Дели и Амрицар. Думается, что исторические города Узбекистана и Индии будут в перспективе связывать и другие маршруты. В наращивании туристического взаимопотока заинтересованы обе стороны. Отметим, что узбекистанцы, помимо всего прочего, все чаще выезжают в Индию в поисках более высокого качества медицинских услуг. В то время как новым трендом в привлечении гостей из-за рубежа в нашу страну становится паломнический туризм. Ну и не только он, о чем свидетельствуют и показатели посещения Узбекистана туристами из Индии. Так, например, если за первые 8 месяцев минувшего года их было около 10,5 тысяч, то за аналогичный период года нынешнего, то есть с января по август, эта цифра приблизилась уже к 13 тысячам. Таким образом, рост налицо, но для того, чтобы его стимулировать, необходима еще и соответствующая инфраструктура. Вот на ее развитие и направлены договоренности, достигнутые госкомтуризмом Узбекистана с индийскими партнерами. В церемонии подписания в Дели соглашение, согласно которому на реализацию совместных проектов нашу республику будет привлечено 528 миллионов долларов инвестиций, приняли участие представители исполнительных органов власти, Самарканда, Бухары и Ташкента. Целью данного соглашения является инвестиции в сферу строительства отелей, гостиниц высокого класса уровня, также инвестиции в сферу айти-технологий и градостроительства. В первую очередь, конечно, они сейчас изъявили желание это строительство гостиницей. И не только в Ташкенте, а и в других городах, как в Самарканде, Бухара. Но это будет гостиница, значит, высокого уровня, 7-звездочная. В сфере градостроительства есть цель строительства нескольких путепроводов именно в городе Ташкенте. И мы думаем, что нам будет полезен опыт данной компании. Да, представители индийских бизнес-структур, в том числе обладающие богатым логистическим опытом, отмечают наличие высокого потенциала Узбекистана в туристической сфере и ее возросшую привлекательность, в том числе и за счет новых факторов, свойственных инвестиционной политике Узбекистана. В 2012 году я инвестировал 10 миллионов долларов на совместный проект по производству шелка на Манганской области. Были, конечно, определенные сложности и затруднения в те времена. Но сейчас ваша страна так быстро меняется. Узбекистан становится все более открытым государством. И происходящие перемены радуют нас, инвесторов, которым прислушивается и правительство страны, создающее для бизнеса выгодные условия. При таких правовых гарантиях для зарубежных инвесторов, как в Узбекистане, у вас будет быстро развиваться не только туристическая индустрия, но и другие отрасли экономики, так же, как в Индии и других странах. Таким образом, индийскую и узбекскую сферы туризма объединяет многое. Это и родственность базовых возможностей, и схожесть выполняемых задач, и аналогии в этапах развития. Все это в сумме и предопределяет необходимость более тесных контактов и обмена опытом именно в области туризма. Осознание этого фактора характеризует нынешнее содержание узбекско-индийского диалога, который, благодаря состоявшимся в Дели встречам и переговорам на высшем уровне, приобрели совершенно новые интонации. И именно в созвучии с ними теперь должно развиваться узбекско-индийское сотрудничество не только в сегменте туризма, но и в других сферах, где обоюдная выгода от углубления контактов очевидна для всех. Рахим Джам Махкамов, Рустам Шарахимов. Специально для телеканала «Узбекистан-24», Индия, Дели. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова